здравствуйте друзья с вами вула и как вы поняли из названия этого видео сегодня у нас речь пойдет о том какую же версию за division 2 стоит взять повторюсь еще раз именно стоит взять речь не идет о том стоит ли брать вообще или не стоит брать вообще это видео для тех кто уже решился купить но пока думает какую версию ему брать я постараюсь как можно подробнее описать все плюсы и минусы каждого из наборов разумеется конечно в рамках моей осведомленности что ж давайте начнем с простого любой человек заказав любую версию игры абсолютно любую даже самую дешманскую гарантированно получит во первых любую из этих трех игр на выбор то есть это у нас watch dogs 2 far cry primal ghost recon wild dance в предыдущем своем видео я поразмысел на эту тему почему именно разработчики решили такую халяву раздать но не суть это плюс дополнительный конечно он стоимость игры не входит но все равно это приятно и также за предзаказ любой версии вы получите гарантированно два набора небольших один с маленьким медвежонком а второй набор защитника столицы он включает в себя чем защиту то есть это элемент экипировки именно персонажа насколько будет сложно получить допустим что то подобное или можно ли будет получить что-то подобное в игре пока об этом никто ничего не говорил но скорее всего это будет уникальная внешка и не как получить игровым путем и и нельзя будет также вы получаете дробовик спас 12 небольшим элементом кастомизации и чертеж как я понял именно этого дробовика только высокоуровневой версии единственное непонятно какого грейда будет этот дробовик потому что в бэтке Крафтить оружие было невозможно Там было несколько элементов брони Но при этом их можно было сделать только синего грейда Так что по чертежу еще остаются вопросы А так по стандартному изданию тут больше ничего нет Это просто игра и дополнительные бонусы Которые в принципе получат все, любой человек предзаказавший Стоимость стандартной версии в принципе стандартная 2000 рублей, практически любая игра на ПК столько стоит Что ж, теперь переходим к голд версии И тут для начала нужно прочитать Потому что это самое важное, что тут может только быть За голд версию, за предзаказ голд версии Вы получите игру с уникальной иллюстрацией Созданной специально для данного издания Чтоб вы понимали, это вот эта вот иллюстрация Такая же эксклюзивная иллюстрация есть и у ультимативного издания И в принципе на этом можно и закончить И просто брать ультимативное издание Потому что ну блин, это елки-палки Эксклюзивная иллюстрация, все Только ради нее стоит и брать ультимативное издание Смотрите какая она офигенная Какой орел, вы посмотрите на этот герб Это, ну, блин, это классно, это реально офигенно Заебись, четко Более того, именно эта иллюстрация должна быть у вас вот здесь вот Когда вы будете запускать игру через Uplay Launcher Вопрос только в том, какого хрена у меня здесь стоит стандартный, если должен стоять ультимативный Будем надеяться, это они исправят Потому что, ну как это так, у меня должна быть иконка ультимативного издания Я заплатил большие деньги за вот эту мать его иллюстрацию Но об этом ладно, потом, давайте вернемся к голд изданию И в принципе, из всего, что тут есть, понятно только доступ на три дня раньше Потому что, что у нас будет входить в Season Pass, непонятно Доступ на три дня, это понятно, вы получите огромный бот На самом деле, доступ на три дня, это, ну, частая практика уже И три дня для Division, это реально много Я практически уверен, за три дня многие люди докачаются до капа А может быть даже и на второй день уже кто-то будет максимальным уровнем И начнет уже себе выбивать высокоуровневую экипировку Что же по Season Pass, единственное, что тут понятно То, что обладатели Season Pass получат доступ к бесплатным DLC на недельку раньше Что, в принципе, позволит вам пройти все там сюжетные миссии Которые там, к примеру, добавят Или выбить новые шмотки Гораздо раньше, чем обладатели стандартной версии Что же такое эксклюзивные материалы для персонализации Дополнительные занятия и не только Известно только разработчикам Пока что По крайней мере, они сказали, что скоро расскажут об этом Но это очень странно По-моему, когда ты что-то предлагаешь купить Нужно именно сказать, что туда будет входить Почему мы должны покупать кота в мешке Я и так понимаю, что за Season Pass и так уже все платят, как за кота в мешке Да и, в принципе, за предзаказ и так уже все платят, как за кота в мешке Но если по игре мы и так понимаем, что она из себя представляет Season Pass это тоже обычная подписка То вот все, что остальное там находится Вообще ничего не понятно Так что по голд изданию ничего сказать толком нельзя Потому что 1800 рублей за Season Pass Как по мне, немножко занадто много Много Ибо голдовое издание стоит уже 3800 И доступ к Season Pass на недельку раньше Пока что не оправдывает такую цену Ну и что ж, остается у нас последнее издание Ультимативное Которое дает, в принципе, все то же самое, что и до этого Только теперь уже у нас идут дополнительные три набора Первые два набора Это у нас идет в основном элементы кастомизации Потому что в первом наборе у нас идет Элемент экипировки и окраска дробовика Во втором также самый элемент экипировки Эмоция и окраска эмки В последнем же наборе нам уже дадут калаш и чертеж к нему Как, в принципе, и в наборе Защитник столицы Похожий принцип, только в ультимативном наборе Будет идти калаш с чертежом Также дополнительно в этом наборе элитный агент Будет идти визуальный эффект для особого навыка Тут, похоже, нарисована турелька Так что, возможно, будет эффект для турельки Я надеюсь, она не начнет стреляться фалоимитаторами Потому что, ну, это как-то будет немножко выделяться Из стилистики игры, ну и дополнительно Вы получите дополнительное место в тайнике А вот плюс как раз-таки Вот этого преимущества сомнителен Потому что, насколько уже известно После 30 уровня После полной прокачки Дополнительное место в тайнике получат все То есть оно, ну, не станет каким-то Эксклюзивным действительно Единственное преимущество это то, что вы получите Это место сразу Что ж, теперь по стоимости ультимативного набора Он у нас стоит 4600 рублей Можно сейчас, кстати, взять еще скидочку на ультимативное издание 9% она сейчас действует И его можно взять уже за 4200 Разумеется, так как это Ubisoft Никто не отменял скидки за 100 UplayPoint'ов То есть это вот такие вот UplayPoint'ы Если они у вас есть, вы можете за них взять скидку в 20% Итого, к примеру Ультимативные издания можно взять уже не за 4200 А за 3300 Голдовые издания можно взять не за 3800 А за 3000 Ну и стандартные издания не за 2000 А за 1600 Так что мое мнение, что стандартные издания Вообще вне всякой конкуренции Потому что, как за стандартные издания Как за ультимативные издания Как за голдовые издания Вы получите один и тот же контент Если раньше хотя бы за Season Pass платили потому что вы могли потом в будущем получить дополнительный контент, который был бы только у вас, а остальным бы пришлось его докупать. Сейчас же Ubisoft перешла на политику бесплатных DLC, это было и в The Cruise 2, это перекочевало и сюда. На такую же политику уже переходит и Electronic Arts, они тоже пытаются кормить людей бесплатными DLC. Ну, в общем, как я сказал, стандартные издания вне всякой конкуренции. Если вас не особо заботит, начнете вы там играть 12 марта или 15 марта, на недельку раньше у вас выйдет DLC или на недельку позже, смело берите стандартные издания, тем более со скидочкой в 20% за 1600 рублей, это самая идеальная цена для Division 2. Ну, если вы, к примеру, какой-то заядлый игрок и вам обязательно нужен Season Pass, вам кровь из носа нужно на 3 дня раньше начать играть и, разумеется, на 7 дней раньше получить доступ ко всем DLC, берите именно ультимативные издания. И именно со скидкой в 20%, потому что, как я и сказал, голдовое издание будет стоить 3000, а ультимативное 3300, потому что сейчас на ультимативные издания действует 9% скидка и плюс еще 20%, итого 29%. Ультимативные издания гораздо выгоднее в этом плане и получите вы за него гораздо больше. Если же 100 юплейпоинтов у вас нету и вы не можете получить скидку в 20%, то берите стандартные, не переплачивайте. Ну, поймите, стандартные издания стоят 2000, а ультимативные стоят 4200. Соответственно, бонусы там должны быть как на еще одну игру целую, но пока что там бонусами на целую игру не пахнет. Так что, надеюсь, ребят, я вам помог и отговорил вас от глупых поступков, или наоборот, подговорил какому-нибудь глупому поступку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте, ребят, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok